Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы «Молнии». Мы продолжаем серию наших программ. И мы сегодня находимся в Государственной Думе, в кабинете депутата ЛДПР Станислава Александровича Наумова. Здравствуйте, Станислав Александрович! Очень приятно вас видеть после новогодних праздников. Прошла у наших депутатов региональная неделя. Расскажите, пожалуйста, где вы побывали и как она прошла у вас? У меня Старый Новый Год ассоциируется с моей малой исторической родиной, с Челябинской областью, Южным Уралом. Поэтому в рамках своего сложившегося уже кураторства этого региона я попросил, чтобы мне помогли коллеги провести работу с обращениями граждан, потому что любая региональная неделя – это в первую очередь возможность лично, своими глазами получить обратную связь на качество того законодательства, которое мы принимаем. А вопросов взаимосвязанных очень много. Те холода, которые сейчас начались, естественно, поставили вопрос о качестве наших городских коммунальных систем, жилищно-коммунального хозяйства. Это один из таких обязательных пунктов в программе любого депутата. Кроме того, мы по поручению Леонида Доваровича Слуцкого в том году создали палаты депутатов. Это не просто такая формальная упаковка, это кардинально другой подход к работе с нашими депутатами в местных органах власти, в представительных органах власти. Это, опять же, то самое ближайшее звено управленческого всего механизма, где либо есть положительные результаты от принятых законов, от постановлений правительства, либо что-то недодумано, недоделано. И чаще всего это благодаря взаимодействию с муниципальными депутатами можно не просто получить в качестве такого разового сигнала, а сделать это на систематической основе, ежемесячной по факту. А как это работает, если конкретно поступает обращение? Ну, во-первых, проходят выборы. Наши коллеги, члены ЛДПР, побеждают на этих выборах. Мы с вами видим, и председатель партии Леонид Слуцкий об этом тоже постоянно говорит, что мы партия, которая растет. И мы видим, что у нас появляются новые интересные депутаты на муниципальном уровне. Мы сейчас для них организовали онлайн-обучение еженедельное. Но, соответственно, во время региональных поездок, можно сказать, это уже такой не мастер-класс, но что-то такое, как это происходит. Мы просто разговариваем, так же, как с вами разговариваем. Не какие-то отчеты, не какие-то протоколы, которые характерны для бюрократической системы. Это нормальный же тесте разговор. Иногда надо просто пояснить муниципальному депутату, что мы, федеральные законотворцы, имели в виду, когда, например, делегировали те или иные права, обязанности, полномочия сначала на региональный уровень, а потом с регионального на муниципальный уровень. Вот, собственно говоря, смысл этого процесса. Это, с одной стороны, поднять снизу вверх то, что касается идей, каких-то новелл. Они могут быть иногда спорными. Иногда, может быть, скажем так, даже ошибочными. Ничего в этом страшного нет. Но мы оппозиционная партия. Мы имеем право предлагать альтернативные какие-то идеи. А дальше уже дело исполнительной власти на это отреагировать. А иногда надо просто, наоборот, уточнить. Ну, вот самый, наверное, такой свежий тоже пример. Когда мы с Леонидом Слуцким летали на Чукотку, то там тоже собрался наш актив в зале законодательного собрания Чукотского автономного округа. И спрашивали, например, мы их. Как вы считаете? Вот мы приняли закон, который ограничивает использование школьниками во время уроков, занятий, мобильных телефонов и так далее. Мы правильно поступили или нет? Я в таких случаях всегда готов к тому, что будет 50 на 50. Стакан наполовину полон, стакан наполовину полон. А тут все сказали правильно. Правильно, действительно правильно. Я говорю, ну вот это хороший пример того, для чего нужно в рамках региональной недели. То есть мы не берем какие-то давно принятые законы. Мы берем вот здесь и сейчас то, что было в последнюю сессию. Там, где наша фракция либо была автором законопроекта, либо соавтором. Таких очень много, 17 законопроектов, которые были приняты и подписаны президентом, мы делали в соавторстве, в рамках межфракционной работы. И это усиливает наши позиции. Или же мы голосовали, наоборот, против правительственного законопроекта. Опять же, потому что мы оппозиционная фракция в Государственной Думе. Чтобы тоже понять, слышит ли нашу позицию. Потому что очень часто, а вот раньше вы были круче, вы были жестче, вы что-то могли из зала выйти. Я говорю, слушайте, ну посмотрите, мы по каждому спорному вопросу, мы всегда выступаем, мы всегда адресуемся к правительству, к фракции правительственного большинства. У нас голос будет все равно заявленный. У нас есть хороший пример, это голосование по бюджету фонда обязательного медицинского страхования. Очень болезненная тема по всем нашим исследованиям собственным. Ну, самое, наверное, слабое звено первичная медицинская помощь. Либо очереди, либо отсутствие специалистов, либо и то, и другое. Особенно в регионах. Да, а все же попырющие это сравнивают с какими-то непонятными временами. Я вот, например, не любил в советскую стоматологию ходить. Мне как-то не казалось там очень сильно комфортно и хорошо. А сейчас я люблю ходить в стоматологию, да еще и, оказывается, можно вычет получить из налога на доходы физического лица, если правильно оформить документы за лечение. Поэтому мы всегда очень сдержанно относимся к поддержке самой программы обязательного медицинского страхования. У нас всегда есть альтернативные идеи о том, чтобы спрямить путь между пациентом, врачом, меньше заставлять их что-то там оформлять, писать и так далее. Совершенно какой-то непонятный процесс. И в первом чтении мы голосовали против, да. Но потом к нам пришли коллеги из фонда, из Министерства здравоохранения. Спросили, почему к нам. Ну, что у нас 21 человек, да, что нас спрашивать. Вон у вас 340 депутатов, делай все, что хочешь там, да. Нет, для правительства оказалось важным, чтобы, если мы голосуем за федеральный бюджет, если мы голосуем за бюджет фонда социального страхования, это пенсионный фонд и социальное страхование, то почему мы не поддерживаем программу медицинского страхования. Мы сказали, поэтому, поэтому и поэтому. И еще в Смоленске отремонтируете психонервологический интернат. Да, какие результаты? Все сделано? Они сказали, да, хорошо, мы вас услышали. Есть такие возможности. По мере реализации текущего проекта, да, мы будем возвращаться раз в 3 месяца к тому, что делается конкретно. Мы ставили вопрос о повышении как раз зарплат медицинскому персоналу. Причем, знаете, если вы посмотрите зарплату главного врача больницы, там будет все хорошо, это уважаемый человек. И так и должно, кстати, быть. Я, кстати, не понимаю, когда... Но там же ответственность. Нет, когда сравнивают зарплаты депутатов, среднюю зарплату в регионе. Я говорю, у любого управленца своя, вы правильно сказали, вероответственность. Поэтому, наверное, главный врач должен зарабатывать столько, сколько это стоит, с точки зрения его квалификации, доверия, опыта и так далее. Но есть младший медицинский персонал, который меньше прожиточного минимума. Ну, это недопустимо. И вот это, конечно, недопустимо. Люди терпят, а вы знаете, вы же помните наш девиз. Голосуй за ЛДПР или терпи. Поэтому мы отстаиваем права таких людей, понимая, что от этого зависит и отношение к нам, как к народной партии. Ну и в любом случае терпеть бесконечно невозможно. Мы же это знаем по истории России в любом случае. Скажите, пожалуйста, какие в регионе еще проблемы, кроме ЖКХ? Из-за морозов это всех коснулось? А с чем еще люди приходят? Может быть, не хватает детских садов? Или школьных? Ну, Челябинская область, она отличается своим таким индустриальным характером. И не только в рамках той индустриализации, которая была в конце 20-х годов, в начале 30-х. Но и за счет эвакуации в свое время заводов Ленинграда, Донбасса на Урал, Москвы, Подмосковья. И поэтому там к моменту распада Советского Союза сложилась тяжелая экологическая обстановка. Поэтому, конечно же, мы всегда внимательно реагируем на любые сигналы, связанные с тем, что то или иное предприятие наносит ущерб окружающей среде, тем самым лишая людей смысла жить в этом месте. Потому что это точно так же несовместимо с представлениями о качестве жизни. Поэтому одним из вопросов было обсуждение в Южноуральском государственном университете как раз, что сегодня делается для того, чтобы выбросы сокращались. Понятно, что никакая заграница нам с вами уже не поможет. Если раньше мы могли уповать на то, что сейчас купим оборудование и сразу готовых специалистов с этим оборудованием привезем, чтобы настроить. Сейчас этого уже нет. Но это, с одной стороны, плохо, поскольку сроки экологической модернизации немножко удлиняются. Но вот за счет того, что мы этот переходный период сейчас увеличиваем, появляется возможность с учеными обсуждать, какие могут быть решения, связанные с частотой воды, с частотой почвы, с частотой воздуха. Это и есть окружающая среда. И я был в Южноуральском университете и посмотрел на те наработки, которые есть у исследователей университета. То же самое есть в Магнитогорске у моих коллег из Магнитогорского технического университета имени Носова. Вот моя задача сейчас – помочь им применить закон о технологических компаниях. Мы здесь в Госдуме тоже его приняли в 2023 году. Расскажите поподробнее, что это за закон. Это правительственный законопроект. Он первоначально по поручению президента готовился как поправки в закон о науке и научно-технической политике, потому что тот технологический суверенитет, о приоритете которого мы теперь говорим в рамках экономической политики в целом, он, конечно же, требует усиления прикладных исследований в первую очередь. Но правительство решило, что мало это интегрировать в существующее законодательство и выделило это нормы. Фактически, каждая небольшая компания, а обычно в университетах – это те самые пресловутые стартапы, она может заявить о своем желании принимать участие в реализации каких-то больших технологических мегапроектов и за счет этого получить поддержку со стороны государства и в части привлечения работников, сотрудников, то есть это определенные льготы, связанные как раз с отчислениями в социальный фонд. А может быть налоговый льгот или какие-то стартапы? Да, на первых порах это все оправдано, потому что нет смысла, знаете, если бы они под акцизными товарами торговали бы, ну тогда никаких льгот пусть платят по полной. Здесь все-таки интеллектуальная деятельность, результаты интеллектуальной деятельности, которые их еще нет. И поэтому мы решили, что нужно таким компаниям создать, ну примерно как Сколково, наверное, вот я ближайший аналог, только Сколково на Урале или где-то в Сибири. Это как раз позволит развивать. Да, это позволяет в первую очередь решить ту задачу, о которой председатель партии Леонид Тодорович Лотский говорит о том, что не надо все стягивать только в Москву, в Станкт-Петербург и еще парочку городов. Нужно, чтобы у выпускников школ была мотивированная, не запретительная, а мотивированная возможность получить качественное современное высшее образование в том месте, где родители живут, где друзья. А потом и остаться там работать, семью завести. Да, и поэтому мы сейчас этому уделяем особое внимание. Я вот сказал про экологию, там есть и другие интересные направления. И я провел, соответственно, вместе с председателем наблюдательного совета Юргу Виктора Борисовича Христенко очень содержательную такую беседу по обсуждению приоритетных проектов. А они, кстати, в этом году, в 2023 выиграли. И в 2024 получат дополнительное финансирование. В том числе благодаря тем поправкам к бюджету, которые мы вместе с председателем партии подготовили во втором чтении, и они были приняты. Замечательные инициативы, замечательные идеи. Я надеюсь, что в ближайшем времени все это будет развиваться, поскольку действительно регионы должны оставлять молодежь учиться, работать, заводить семьи, растить детей уже своих, и чтобы им было где учиться. Да, кстати, просто допомню, может быть, все-таки это пригодится. Отдельно с ректором Южноуральского университета, с очень говорящей фамилией Вагнер, Александр Рудольф, молодой, перспективный, энергичный, проговорили, что нужно помогать студенческим семьям. И он показал мне как раз уже существующие механизмы, когда для аспирантов, не то чтобы общежития, а даже квартиры покупаются, лишь бы они совмещали вот эту вот свою страсть к науке, к исследованиям. Но семья должны быть оба аспиранты, да? Или кто-то один? Нет, ну хотя бы один. Конечно, если еще и все аспиранты переженятся, это тоже будет хорошо. Это классно будет, да. Это как раз будет еще один шаг в сторону демографии. Но вот это отдельный пример реализации установки на... Это уже действующая программа. Это действующая программа, да. Она может быть, знаете, немного миллиардная, в отличие от какого-нибудь суперкомпьютера или чего-то такого супервысокотехнологичного. Но это тоже небольшие такие конкретные действия. И молодой человек или девушка всегда понимает, что они могут получить поддержку в решении своих бытовых вопросов. Это важно. Ну все большое начинается с одного шага важного. Так что замечательные инициативы. Я вас благодарю за интервью. Я думаю, мы ненадолго прощаемся, поскольку следующая неделя в Государственной Думе, и мы к вам зайдем узнать, как дела прошли на этой неделе. Благодарю вас. Субтитры создавал DimaTorzok